здравствуйте виноградари сегодня 5 января 2019 года я решил попробовать укоренить черенки на этот раз это будут черенки резомата все черенки с одного куста но у этих черенков будет все-таки отличие во первых вот эти черенки они очень большого диаметра ну вот сейчас покажу но может быть и не очень большого как для укоренения ну вот 11 миллиметров в этой проекции и 10 больших я не нашел но около 10 миллиметров а вторые черенки очень тонкие эти вот 7 миллиметров 6 миллиметров вы поняли и я хочу выяснить какую роль будет играть именно вот диаметр этих черенков я установлю в два контейнера контейнеры будут с вермикулитом черенки я уже подготовил верху всех парафинированный нижняя часть бороздованная подрезана под нижним узлом и были вымочены трое суток в растворе цветочного меда где-то пол чайной ложки на литр воды вот все это я устанавливаю отправляю как обычно в теплое место и через время здесь наверное придется подождать недели три может быть даже больше когда начнут образовываться первые корешки я покажу что из этого получается какую роль будет играть именно вот толщина диаметр этих черенков произвел полив черенков лишняя вода вытихла как обычно незаметно пробежал 21 день и сегодня я буду рассматривать что же получилось с укоренением этих черенков черенки для укоренения использовал вот такие тоненькие и вот такие толстые ну такие какие я нашел для начала покажем тонкие черенки это кстати сорт резомат из восьми черенков 6 черенков дали зеленые побеги что у нас с корнями ну вот кстати этикеточка резомат тонкие 5 января трое суток были вымочены в растворе цветочного меда корнями здесь довольно неплохо много корней ну посмотрим как они распределились по черенкам и второй контейнер это одновременно были поставлены здесь толстые черенки тоже сорт резомат тоже довольно много корней у меня такое впечатление что в общем-то для укоренения особой роли и не играет тонкие черенки толстые ну посмотрим начну наверное вот этих тоненьких и аккуратненько будем высыпать ну что сейчас рассмотрим положил сюда файла накопитель такой чтобы он оттенял и смотрим один черенок 2 3 4 5 6 7 8 итак рассмотрим поближе тонкие черенки черенки это были резомата 21 сутки при этом трое суток предварительно были вымочены в растворе цветочного меда что мне здесь понравилось мягкое действие скорее всего это меда все почки ну не все а 6 из 8 почек распустились везде на всех черенках прекрасная корневая вот такого результата добиться допустим при применении корневина не очень просто корневин очень сильный толчок дает развитию корней но очень сильно тормозит верхнюю часть развития почек а при воздействии меда получилось вот такое мягкое влияние именно только на корни я кстати хотел провести такой сравнительный эксперимент по укоренению черенков с использованием меда и корневина но скорее всего что наверно пропустил и постараюсь его сделать все таки ну хорошо пока что убираем эти черенки и рассмотрим толстые черенки аккуратно это скажет что вот этот момент когда я достаю черенки можно и вырезать но я стараюсь показывать чтобы у вас не возникало сомнения именно вот правдивости моих экспериментов я встречал очень много экспериментов постановочных в интернете поэтому не хочу чтобы мои опыты были на них похожи и так достал я это же самое сейчас покажу вложим вот какую один черенок 2 3 4 здесь у меня было 5 черенков и как можете посмотреть и в этом случае прекрасное укоренение прекрасная корневая это же но не на всех 5 а на 2 черенках у меня уже есть зеленые вот такие побеги сложил аккуратненько я черенки тонкие и толстые и вот по этому опыту укоренения расскажу что я считаю что особой разницы нет какие черенки использовать тонкие либо толстые ну если уж говорить именно какие тонкие то не слишком они уж и тонкие ну это нижний предел где-то 6 7 8 миллиметров а эти так немножко потолще где-то в районе 11 12 13 возможно 14 миллиметров и вот по внешнему виду по характеру укоренению можно только сказать то что на тонких черенках корни мельче но их больше количество именно на каждом черенке а вот на толстых черенках корней немножко меньше но они мощнее и толстых в общем то других различий и нет по побегам то же самое практически и там и там пошли зеленые побеги при этом что я использовал для вымочки раствор цветочного меда и это мне кажется большая заслуга цветочного меда потому что прошел всего лишь 21 день сначала укоренения это довольно мало без какого-то стимулятора скорее всего что такой корневой бы и не было но в моем случае это произошло вот такой значит небольшой эксперименте и вот я считаю что особой разницы какие черенки брать все-таки нет если нет таких средних черенков то можно использовать и тонкие непонятно как это будет влиять на дальнейшее развитие наших саженцев это уже другой вопрос но для укоренения разницы в принципе нет никакой вот такие результаты сегодня я вам предоставил поэтому не забудьте поставить мне лайк прокомментировать возможно поделитесь в соц сетях а на этом заканчиваю до скорой встречи пока